Материал для этого доклада был взят из множества различных источников и может чем-то напоминать коллаж. И я надеюсь, что несколько точек зрения, собранных вместе, смогут указать на суть того, что такое медитация, и дать начинающему и пытающемуся начать работу некоторое представление о том, о чем идет речь. Поэтому я начну с популярного взгляда на медитацию, а затем перейду к теософическому взгляду на медитацию. Итак, читая различные статьи в интернете, я имею в виду, что чаще всего вы узнаете о медитации то, что она освобождает вас от стресса, способствует расслаблению и спокойствию, и избавлению от всего того, что вызывает боль и смятение в повседневной жизни. Некоторые дополнительные преимущества, которые вы можете получить... Ощущение покоя, умиротворенности и гармонии, попытки преодолеть беспокойство или горе, преодолеть боль, улучшить здоровье, или... Если у вас есть некие качества, которые вы пытаетесь улучшить, или над которыми работаете, вы также можете найти информацию о том, что медитация в данном случае будет полезной. Есть много статей, предлагающих всевозможную информацию о пользе для здоровья, которые дает медитация. Итак, в ряде случаев она повышает иммунитет, эмоциональный баланс, повышает фритильность, снижает кровяное давление, оказывает противовоспалительное действие. И что меня удивило, так это то, что она облегчает синдром раздраженного кишечника, что было подтверждено исследованием в Университете Северной Каролины, в котором приняли участие 75 женщин в возрасте от 19 до 71 года, которые были разделены на две группы. Одна была группой медитации осознанности, а другая, называемая группой сравнения, была там, чтобы помочь людям в подобных вещах. И после восьминедельного периода оказалось, что у людей в группе медитации осознанности 24-26 из них процентов показали улучшение, в то время как в группе сравнения было только 6,2%. Еще более я был удивлен, когда после трехмесячного наблюдения число 24 или 26 выросло до 38. Так что это было тем, что я просто не ожидал, знаете, и нашел это довольно интересным. Итак, ваш ум становится сильнее и быстрее. Это было еще одно исследование, которое было проведено, и на самом деле все это взято из статьи Хауфингтон-Пост, в которой говорилось, что эта практика может приводить интеллект, активизировать интеллект и снизить стресс, перепрограммировав наш мозг. И в статье в основном говорится о том, что медитация и осознанность – это не просто модные словечки, а растущий объем научных исследований, показывающий, что она предлагает много преимуществ. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел исследование, в ходе которого исследователи сделали МРТ-сканирование 50 медитирующих, а также 50 контрольных субъектов, и они обнаружили, что у медитирующих было большее количество упорядочиваний, что означает свертывание коры головного мозга, которое связано с более быстрой обработкой информации. И самое интересное в этом то, что чем дальше человек медитировал, тем больше лет он медитировал, тем упорядочивание становилось глубже и более развитым. Знаете, сначала я подумал, что это своего рода, знаете, выдумка, но это было реальное исследование, подтверждающее цифры. Дополнительные выводы заключаются в том, что вы по-разному обрабатываете эмоции, и что медитация повышает эмоциональную стабильность, снижая активность правой мигдалины во время реакции на стресс. А затем в этом исследовании люди показали в большинстве случаев, что лучше переносят эмоциональное воздействие на человека, и медитирующие казались более спокойными и менее эмоциональными, а МРТ показало, что их миндалевидное тело реагировало меньше. Итак, медитация или искусство медитации практиковались тысячи лет, и некоторые из самых ранних упоминаний о медитации можно найти в индусских ведах, которые датируются примерно с 1700-х годов до нашей эры на протяжении 1100 лет, также называемый ведическим периодом, и этот период закончился примерно в 500-м году до нашей эры, то есть с 1700-го года до нашей эры до 500-го года. Итак, медитация — это религиозная практика, которая обычно ассоциируется с монахами, священниками, мистиками или всеми, кто находится на духовном пути или практикует духовные дисциплины. Медитативное состояние было описано как совершенное спокойствие ума, речи и тела. И это как бы выводит нас за пределы нашего повседневного мира в нематериальную реальность, которую иногда трудно описать людям, глубоко укоренившимся в физической. Но когда мы медитируем, мы обнаруживаем, что наш узкий мир мыслей и чувств начинает расширяться. И мы начинаем более чутко осознавать себя в окружающем нас мире. И наш ум является фильтром, препятствующим этому. И он как бы ограничивает нас. И когда мы медитируем, мы обнаруживаем это. Когда отбрасываем эти мысли, откладываем те чувства в сторону, и они отступают в то время, когда наше осознание продолжается. И как только это осознание своего рода раскрывается, появляется некое ощущение широты, мягкое безмолвное звучание бытия. Говорю так из-за отсутствия лучшего термина. Медитация — это и искусство путешествия, и ее можно сравнить с поиском сокровищ в огромном горном массиве. И у нас не так много подсказок, чтобы направить вас. Так что вы вроде как там один, вам как бы нужно учиться по-своему, и это не всегда успешно. Иногда проявляет себя неуверенность, заблуждение, разочарование и другие вещи, которые имеют тенденцию закрадываться в сознании. Но как и при создании произведений искусств, картины или музыкального произведения, мы можем учиться. Возможно, мы не обязательно получим определенный результат, но мы можем учиться тому, как это делать. Так что любой, кто способен удерживать внимание и постоянно думать о каком-либо предмете в течение некоторого времени, готов начинать медитировать. Но, как я сказал ранее, это то, что занимает немного времени, и это не произойдет сразу. Медитация во всей ее полноте может повлиять на то, как мы живем и как мы смотрим на мир, и может существенно изменить нас. Высшее или предельное в медитации описано Блаватской здесь. И она говорит, она ссылается на то, что да, это в разделе йоги, и йоги в том смысле, что мы объединяем наше конечное Я с бесконечным, беспредельным бытием. Итак, медитация или практика медитации как средство, ведущее к духовному освобождению или просветлению. Посредством ее приобретаются психо-духовные силы, а индидуцированные экстатические состояния ведут к ясному и верному восприятию вечных истин как в видимой, так и в невидимой вселенной. Теперь, это вероятно то, что не произойдет сразу. Достижение духовного освобождения или просветления у человека может занимать много жизней, и психо-духовные силы рано или поздно разовьются в каждом, но это не происходит сразу. И экстатические состояния, которые относятся к психо-духовному состоянию, которое может вызвать ясное видение или блаженное видение, то есть состояние, которое приносит видение. Так что это, все это то, что находится далеко в будущем, и я хотел дать просто ощущение перспективы. Итак, чем не является медитация? Медитация не оставляет ощущения потустороннего. Вы не покидаете свое тело во время медитации. Иногда люди думают, что могут достичь больших духовных высот в удобной постели или в ванне. но согласно Джей Ай Ваджвуда, Царство Небесное не берется штурмом. Поэтому настоящая медитация это усилие. Это похоже на то, как мы говорили о создании произведения искусства. Это то, над чем нам придется усердно потрудиться. Таким образом, феноменов не следует ожидать. Иногда люди думают, что для того, чтобы медитация была успешной, она должна сопровождаться каким-то астральными феноменами, которые будут формировать нашу сцену светом, цветом, звуками или звоном колокольчиков, или даже каким-то чисто физическим ощущением, такими, как дрожь в позвоночнике или покалывание в кончниках пальцев. Эти вещи, эти проявления являются отличениями и препятствиями. И будь то физическое препятствие в комнате, которое вы слышите или видите, или это астральное препятствие, которое вы видите, когда закрываете глаза, любое из них все равно будет препятствовать внутренним реалиям, с которыми мы пытаемся войти в контакт. Поэтому лучше ничего не видеть и ничего не слышать, чтобы сознание, обращенное полностью вовнутрь, могло достичь единения с божественным и постепенно объединить личное я с высшим сознанием. И об этом мы поговорим чуть позже. Итак, медитация в сочетании с изучением приводит к более глубокому пониманию реальности. Цонкапа, которого мы видим на этом изображении, учит, что непременным условием инсайта является обретение как можно большего знания или мудрости реальности посредством изучения или размышления над священными писаниями. Он, конечно, имеет в виду учения Будды, но, конечно же, это вопрос развлечения, которым человек определяет, на какие источники ему полагаться. Но в буддизме медитация без изучения не считается полезной. В буддизме мы слушаем, изучаем, затем размышляем и медитируем на этом. Таким образом, медитация необходима каждому, кто собирается вести духовную жизнь. Итак, у нас есть несколько цитат о медитации, которые могут помочь расширить немного больше нашу перспективу. Медитация это невыразимое стремление внутреннего человека к бесконечному. Медитация это состояние полного пробуждения в изначальном состоянии сознания. Что подразумевается под медитацией? Общее определение будет таким. Однонаправленная концентрация на предмете и постоянное внимание к нему. Медитация это искусство рассмотрения предмета и прокручивания его в уме в его различных аспектах и отношениях. Медитация есть безмолвная и непроизносимая молитва. Или, как выразился Платон, пламенное обращение души к божественному не с просьбой о каком-то частном благе, что обычно подразумевает молитва, а о самом благе, о всеобщем высшем благе нас, как части земли и сущности, из которой мы все вышли. Поэтому, добавляет Платон, оставайся безмолвным присутствии божеств, пока они не уберут тучи с твоих глаз и не дадут им возможность видеть в свете, исходящем от них самих и не то, что кажется тебе благом, а то, что благо само по себе. Итак, Хелен Висахара в своей статье «Безмятежное озеро ума» очень хорошо резюмирует теософический взгляд на медитацию. И я решил поделиться этим с вами и она говорит, что согласно древней традиции личность, в которой живет каждый из нас является лишь малой частью нашей истинной природы. И под этим фасадом есть глубины, которые заперты и есть неиспользованный потенциал духовного я, бессмертный, являющийся неприходящей частью нас самих. Таким образом, к сожалению, мы захвачены тем, что много времени находимся под давлением требований, влечений, печали и вещей, которые связаны с повседневной жизнью, что у большинства из нас есть лишь немного времени, чтобы подумать об этой невидимой части себя или даже осознать существование любого сознания за пределами наших мыслей и чувств. Тем не менее, если эта древняя традиция верна, мы действительно жили бы лишь отчасти, если бы не открыли наш внутренний портал, чтобы раскрыть это я с большой буквы внутри нас и не только обнаружить его реальность, но и позволить ему иметь эффект в выражении в нашей жизни. И, кроме того, низшее я, согласно той же традиции, не является изолированной сущностью, но коренится в едином божественном сознании, которое пронизывает и поддерживает Вселенную и все в ее творениях людях. Итак, наше физическое тело здесь является инструментом этого духа. И первый шаг и медитация состоит в том, чтобы культивировать мысль о том, что физическое тело — меньшая часть и инструмент духа. Тем не менее, те, кто, возможно, только недавно познакомился с теософической мыслью, могут обнаружить, что это своего рода обратная точка зрения, что, знаете, душа и дух нереальны, но это включает в себя своего рода переворот нашего мышления, открытие своего сердца и действительно иной образ мышления. Итак, теософическом подходе всегда есть ссылки на сторонние настроения человека. И то, что я сейчас сделаю, просто пройдусь по нему очень быстро. Я просто хочу дать вам представление о том, что есть различные части нас. И это содержащиеся в нас различные составляющие. Итак, физическое тело, составляющим которого есть наши пять чувств, наша нервная система, наш мозг, оно отвечает за наши передвижения. Астральное тело часто упоминается как местилище стратей, желаний. ментальное тело это место, где все наши мысли являются причиной, где живет интеллект. Это часть нас, которая собирает опыт по мере того, как мы живем. Далее, высшее ментальное тело, за ним будхи, являющийся каналом, по которому божественное знание входит в эго или наше ментальное тело. И сознание на этом уровне является единством, становящимся фактом на этом уровне. И затем, на самом высшем уровне у нас есть атман, который также известен как наше высшее Я, являющийся неотъемлемым лучом всеобщего в едином и одном Я. Это Бог свыше, а не внутри нас. Итак, в медитации присутствует целый ряд целей. В течение дня у нас может появляться желание уйти от мира и подумать о высшем. Как бы глубоко мы не были погружены в дела мира. Хотя бы раз в день на какое-то время мы останавливаемся и думаем о каком-нибудь высоком идеале или святом и просто немного отвлекаемся от повседневной жизни. Другая цель состоит в том, чтобы приблизиться к Божественному, осознать, что наше духовное, духовное Я-человека всегда является неотъемлемой частью духовного Я-вселенной и приблизить нас к Нему, чтобы Божественное могло излить свою силу на нас и через нас, чтобы мы могли принести пользу миру. Другая цель состоит в том, чтобы получить наши тела, обучить наши тела действовать на более высоком уровне, предлагая нам постоянную практику в работе на более высоком уровне чувствительности. И это похоже на гимнастику для нашего ментального или астрального тела, что схоже с тренировкой нашего физического тела с помощью упражнений. Таким образом, мы тренируем наше высшее тело с помощью медитации. Потому во всех наших упражнениях очень нужна регулярность. Мы медитируем для того, чтобы поднять наше сознание. Поднять наше сознание к более высоким и тонким проявлениям. что позволит войти в присутствие божественного. медитации. Аня Безонт своего рода резюмирует это следующие цитаты, которая, как мне кажется, иллюстрирует суть медитации. медитация означает раскрытие души божественному и позволению божественному сиять без препятствий со стороны личного я. Следовательно, это означает отречение. Это значит отбросить все, что сковывает человека в ожидании входа света. И на высшем уровне он будет вглядываться во тьму за пределами интеллекта, стремясь с помощью сосредооченной медитации найти свет, находящийся за пределами тьмы, свет настоящего я. В этом безмолвии внутри него возникнет духовное сознание, отзывающееся на тонкие вибрации неизведанного мира. Сначала слабо, затем сильнее, с постоянно возрастающей смелостью высшее сознание отвечает внешнему и реализует внутреннее. Оно осознает себя духом, оно осознает себя божеством. И это своего рода описание сознания без мыслей на буддхическом уровне, и в этот момент медитирующий начинает пробуждаться и реагировать на стимулы, исходящие с буддхического плана. И в конце концов, это пробужденное буддхическое сознание воспринимает духовный мир снаружи. Итак, когда лучше всего медитировать? До того, как у мира появляется шанс войти в контакт с вами, и до того, как это постревожило ваши эмоции. Таким образом, после возвращения из периода сна, тела отдохнули, эмоции вы хорошо провели ночь, и отдохнули наши эмоции, мысли, еще не начали выплескиваться наружу. Медитацию можно выполнять позже в течение дня, но она не будет столь эффективной. И в спокойное утреннее время медитация даст вам нечто такое, что останется с вами остальное время дня. Что касается комфорта, нам не нужно принимать какие-либо сложные позы, просто нужно расслабить тело в удобной позе и быть осознанным. Итак, когда мы лишь приступаем к медитации, она не обязательно всегда будет успешной. Нужно тщательно выбрать место, где вы можете начать, где вы сможете побыть в покое, где вас не будут беспокоить. Но как только мы начнем, мы обнаружим ту суматоху, которая просто повлияет на нас. Это могут быть какие-то мысли, которые накатят, у нас могут быть некоторые страхи или беспокойства, которые придут и начнут влиять на нас, на наш ум, начнут порхать, как бабочки. каждая из этих вещей, что не всегда позволит нам успешно провести медитацию в результате. И в течение первых нескольких лет это скорее правило, нежели исключение. Так что возвращаясь к художественной аналогии в развитии навыка, мы получаем от него то, что мы в него вкладываем. Таким образом, если бы мы захотели играть на пианино, например, мы могли бы начать, и у нас, вероятно, было бы слишком мало времени, чтобы сыграть, знаете, даже небольшую пьесу, но пройдет немало времени, прежде чем мы сможем сыграть концерт Бетховена для фортепиано. Но у нас есть парень по имени Патанжале, представленный здесь для того, чтобы помочь со всем этим. Говорят, что Патанжале жил около 1700 года до нашей эры и является составителем Йога-сутр, который представляет собой сборник сочинений о практике йоги, частью которой является медитация. И он дает нам 8 ступеней или 8 анга, как их называют, каждая из которых одинаково важна. В качестве аналогии приведу ноги паука, каждая из которых важна для его передвижения. Итак, перечисленное в первом пункте имеет отношение к внешним дисциплинам, воздержанию, хорошо в основном тому, как быть хорошим человеком. Вы не склонны к насилию, не лжете, не воруете, не насильствуете и не выманиваете у людей деньги. Вы склонны быть безобидным, правдивым, честным, целомудренным и великодушным. Предположим, что это не так. Предположим, что нет нам, ну, не чуждо лукавство, или вы что-то взяли без разрешения, а затем садитесь и пытаетесь помедитировать. Это произойдет в таком... Что произойдет в таком случае? Разве что только у объекта нашего рассмотрения нет совести? Я имею в виду, что эти мысли вернутся и будут беспокоить вас. Но если вы свободны от всего перечисленного, вы будете иметь возможность сосредоточиться. Есть и внутренние дисциплины, которые также облегчают медитацию. Чистота и опрятность, удовлетворенность, аскетичность, наблюдение за собой и способность на самопожертвование в пользу других. Поза. Мы уже упоминали о сохранении устойчивой или собранной, но расслабленной позы. Это способствует практике медитации. Регуляция дыхания, своего рода выдох и вдох, а между ними спокойная пауза. Со временем это отходит на второй план, при этом важно помнить о ровном дыхании. И еще здесь упоминается то, что называется пратьяхара. Заключается она в том, чтобы уйти от внешних отвлекающих факторов. Таким образом, вы должны быть способны отвлечь свои чувства от внешнего мира, чтобы сонастроить себя с находящимся вне его, скажем так. А последние три пункта, собственно, и составляют саму медитацию. Итак, дхарана уход от внутренних отвлечений. Таким образом, последние три, если мы будем использовать слово медитация в обычном значении, состоят из трех стадий. Первая дхарана или просто концентрация, тхьяна или медитация и самадхи или созерцание. Теперь, санскритские термины дхарана, тхьяна, самадхи полны смысла и различных знаете, сложностей. Но, чтобы узнать их смысл полнее, следует изучить их в контексте древних учений. Итак, это не совсем корреляция один к одному, но для цели этого обсуждения мы как бы приравняем их. Итак, все три вместе они называются самьяма. Одна из точек зрения на нее наиболее распространенная и относится к практике медитации. концентрация фиксирует ум на предмете. Медитация ведет ум вокруг предмета. И созерцание выводит сознание за пределы ума. Другая точка зрения этой группы или саньямы заключается в фиксации мысли на стихе священного писания. Это и есть концентрация. Смотреть на этот стих во всех возможных аспектах и пытаться понять его значение и достичь нового глубокого понимания или какого-то интуитивного света, исходящего из него, что и будет медитацией. И постоянная фиксация себя на получаемом таким образом свете будет созерцанием. Итак, собираюсь провести, вероятно, большую часть времени, говоря о концентрации. Это намного ближе к началу и представляет собой первоначальный набор проблем. Со стадией медитации мы проведем немного времени и созерцанием совсем чуть-чуть. Итак, тарана, концентрация или созерцание, это интенсивное удержание внимания и фокусирование ума на каком-то внутреннем объекте или идее. А о том, что это могут быть за объекты идеи, мы поговорим далее. дарана сопровождается полной абстракцией или в смысле отстранения ума от всего, что нас окружает, всего, что вне нас. Таким образом, концентрация трудна для новичка, потому что на ранних стадиях нашей жизни или даже многих жизней наш прогресс зависит от быстрых движений нашего ума, от его бдительности, от его способности реагировать и принимать удары, одно ощущение, другое, реакция на опасность, угрозу или просто взаимодействие с миром. Как только мы пытаемся втянуть все это в себя и остановить, как только мы пытаемся остановить наши мысли, это происходит как встряска или шок для системы, и, конечно же, ум просто выглядит как несломленная лошадь, когда она впервые чувствует удила. Итак, наше ментальное тело, в некотором роде считающее себя отдельной, гордой, отдельной сущностью, и не так много думает о других, и он как бы хочет, чтобы вы думали о нас так, как он хочет, чтобы вы думали, и он пропустит через себя мысли, но вы не являетесь умом, он отделен от вас, и это ваше право использовать его по своему усмотрению, и по аналогии с лошадью мы пытаемся взять его под свой контроль. Причина, по которой мы пытаемся взять его под контроль заключается в том, что Патанжали называет как модификация принципа мышления, или другими словами ментальный ум, и он всегда меняет форму. Поэтому в медитации мы пытаемся заставить его перестать изменять форму и сосредоточиться на том, чтобы быть одной формой. Таким образом, когда мы начинаем, мы попытаемся взять его под контроль, а ум из ворот льва уходит от этого, и мы должны вернуть его один раз или сотню раз, столько, сколько будет необходимо. Мы не должны сдаваться. Итак, еще одно, что будет отвлекать нас, наши маленькие желания, непродуманные проблемы, и все это будет вмешиваться, когда мы пытаемся разделить и контролировать наши мысли. И одна из возможных стратегий отдать им должное, прежде чем медитировать, подумать и позаботиться о том, что вас может беспокоить в это время. А затем, когда у вас будет период времени, когда вы чисты, процесс, вероятно, пойдет намного лучше. Итак, Патанджали говорит об этом состоянии как о наблюдателе без зрелища. Во время концентрации все это находится в состоянии наблюдателя без зрелища. но важно то, что он указывает и говорит о состоянии осознания, а не просто о пустоте. Он сравнивает человека, спящего в темной комнате, а затем еще одного, просто сидящего в темной комнате. И в обоих случаях ничего нельзя увидеть, но в случае бодрствующего будет присутствовать бдительность, осознанная активность и восприимчивость. Итак, успех концентрации скорее заключен в интересах, чем в силе воли. Это еще одна стратегия, относящаяся к нашей созидательной концентрации. и она заключается в том, чтобы найти что-то, что вас интересует. Если вы набожный человек, и ваше сердце наполнено личностью или существом, христиане могут думать о Христе или Богородице, индусы будут думать о Шиве, Вишну, буддисты о Будде, все это привлекательно для поклоняющегося, и если ум начинает блуждать, то ему не так-то и легко будет блуждать при концентрации на предмете его поклонения, в котором вы, как правило, более заинтересованы и менее склонны к дрифту. В то же время, нерелигиозный темперамент, что означает темперамент, при котором кто-то не интересуется личностью, а более заинтересован идеей, может сосредоточить и сузить свои мысли на идее. Поэтому один пример, который я люблю использовать, это первая строка молитвы Святого Франциска, которая гласит «Господи, сделай меня орудием Твоего мира». Таким образом, когда мы начинаем созерцать или концентрироваться на этой линии и сужать наши мысли, мы можем начать с «Хорошо, кто такой Господь, как я связан с Ним, я думаю о Бесусе, Будде, Будде, как я стану инструментом и что есть его мир в конце концов. Таков ли мир, каким я его воспринимаю? Как Господь направит свой мир через меня, каков он будет? И в конце концов, мы придем к «Хорошо, я просто сосредоточусь на мире». И таким образом, мы как бы достигаем необходимой концентрации. Итак, Цанкапа, с которым мы встречались ранее, в своем великом трактате о стадиях пути к просветлению, обсуждает различные категории объектов медитации. И вы можете выбирать всевозможные объекты для достижения различных целей, но единственное, на что он пытается указать, это то, что мы должны выбирать что-то значимое. Потому что, согласно его точке зрения, изображение Будды или концепция сострадания будут лучшим выбором, чем медитация на кончике вашего носа. Итак, хиана медитация уже была объяснена в том смысле, что это устойчивое отношение сосредоточенного ума к объекту или человеку преданности или идее. Таким образом, когда вам удается полностью устранить отличение, и вы можете продолжать концентрацию на предмете без каких-либо перерывов до тех пор, пока не решите, что достигли стадии тхьяны, таким образом, случайное появление отвлекающих факторов для ума составляет существенное различие между тхараной и тхьяной. Поэтому медитация не может быть успешно выполнена до тех пор, пока вы не отводите концентрации хотя бы частично, а самадхи или созерцание не может быть эффективно осуществлено до тех пор, пока не будет полностью освоено сосредоточение или концентрация. Итак, тхьяна это медитация в высшем теле, когда человек пытается сосредоточить свое внимание на каком-либо объекте с целью прорвать его завесу, достичь жизни внутри этого объекта и соединить себя с этим объектом. Поэтому тхьяна это временное слияние со своими высшими принципами. Человеческое сознание на этой стадии чисто буддхическое и высшее ментальное тело действует как средство сохранения внимания к тому, что сознание переживает на этом уровне. уровне уровне и сознание будды должно понимать самый сокровенный смысл рассматриваемого объекта, а также понять наше единство с ним и божеством. Самадхи или созерцание это стадия, на которой вся ментальная деятельность прекращается. Таким образом, имеет место быть более высокое восприятие. И здесь в созерцании блуждание ума должно быть полностью побеждено. Итак, некоторые характеристики очень кратко. Айкей Таймни определял самадхи в целом как процесс более глубокого погружения в свои собственного сознания, функционирующего через различные уровни ума. Отличительной чертой самадхи является то, что ум полностью отрезан от всего физического. и сознание сосредоточено в одном из высших тел, простирающихся от ментального тела до атмического проводника. Итак, как я узнаю успешно ли медитация? Вы можете медитировать, и иногда у вас хороший день, и кажется, что все хорошо прошло, и иногда ничего не случается, но в любом случае вы действительно не знаете, случилось ли что-нибудь. поэтому ясновидящий, наблюдающий за вами и способный видеть ваше астральное элементальное тела, сможет увидеть прогресс, и что имеется прогресс всякий раз, когда вы медитируете. И тогда медитация как бы выравнивает ваши тела, делая их немного чище, более определенными. И это то, почему ясновидящий советует вам медитировать каждый день, потому как каждый день в этом человеке будут происходить какие-то видимые и положительные изменения. Теперь для тех из нас, кто не является ясновидящим, прогресс также может быть виден. И если вы медитировали утром и вы работаете над своим терпением и вы пытаетесь развить в себе это качество, вы идете и в течение дня сталкиваетесь с неким человеком, который вас раздражает. Вы отвечаете ему и знаете, вы можете огрызнуться на него, но медитация, выполняемая утром, будет связанная с тем, что в вашей голове появится мысль, о, подожди минутку, я не собирался этого делать, постарайся этого не делать. Так что в следующий день или в следующий раз, когда возникнет что-то подобное, мы можем подумать об этом, прежде чем огрызнуться. И тогда мы будем осуществлять контроль над собой, и когда мы осуществляем такого рода контроль над собой, это является признаком того, что наша медитация работает. То, что я нахожу это осуждение, оно мешает, если бы я могла удалить его, просто отпустить, просто признать, хорошо, и выйти из него, не впуская никаких помех. И это действительно помеха, это не просто ясный лук. И кроме продолжительности и регулярности я нахожу, даже если иногда я обнаруживаю, что однажды я не медитировала в этот день, я вижу разницу. И как я реагирую на других и иное. Но главное для меня это убрать прочь от себя то, что во мне осуждает других. Это звучит так, как будто вы говорите о беспристрастии. Это один из способов справиться с вещами. Привязанность. Привязанность или беспристрастие, что означает отсутствие привязанности, верно? Да, но отстраненность не совсем отстраненность. Да, отстраненность. таким образом, если на нас что-то влияет или мы злимся, пытаемся избавиться от чего-то, мы увлечены этим. Поэтому беспристрастие и все в порядке. И тогда на тебя вроде бы не слишком влияет то, что это такое. Для меня это отпустить. Отпустить, да. Итак, когда я услышал, что ты рекомендуешь один раз в день, это было своего рода шоком для меня, так как я медитирую два раза в день в течение 35 лет, я имею в виду. Потому, может быть, один раз в день для начала, или... О, это действительно предназначено для новичка. И я думаю, что это рекомендация, если вы можете сесть, и если вы можете просто встать на коврик, раз в день уже было бы неплохо. Раз в день было бы хорошо. И еще одно. Вопрос об успешности медитации. Если вы медитируете, вы уже успешны. Успешная медитация активирует любой процесс. проводились эксперименты, в которых измеряли мозговые волны, а затем спрашивали людей, была ли это хорошая медитация или плохая. И было обнаружено, что люди не могли судить о влиянии медитации на мозговые волны. Совершенно верно. Это тоже мой взгляд на этом. И понятия не имеем. Поэтому можно просто предположить, это хорошо, это было хорошо, это было хорошо, это работает, это добавляет нечто. Что-то произошло, и мы держим это в нашей голове. Но я знаком с тем, они рекомендуют 20 минут утром и 20 минут перед ужином. И это для начала. Если вам всего 10 лет, вы можете медитировать 10 минут утром и вечером, а время шло, я добавлял техники, и вот. Поэтому один комментарий, который я бы добавил к подобной истории Эда, заключается в следующем. Знаете, если вы слышите, что вы 23 часа, давайте просто скажем, что мы делаем полчаса медитации утром, а затем 23 часа нет, трудно войти в это состояние, его достижение требует усилий. Но если мы будем практиковать концентратию в течение дня, по крайней мере, просто концентрируясь на том, что мы делаем, если нам нужно переключиться, мы переключаемся. Мы склонны к этому, и это облегчает то, когда вы садитесь медитировать, и вы просто концентрируетесь так, как если бы переключали некий внутренний переключатель.